Господа, добрый вечер. В эфире программа «Будущее где-то рядом» у микрофона Александра Неклеса. Гость в студии и собеседник мой сегодня Андрей Владимирович Ерофеев, искусствовед, куратор вестовок. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Второй участник встреч Александр Николаевич Тарасов, он, к сожалению, приболел, но подъедет, надеюсь, вскоре к нам Илья Будрайцкис, историк, публицист и активист российского социалистического движения. А тема разговора – р-э-волюция, оранжевая, вопросительный знак, болотная, вопросительный знак, снежная. Телефон студии 651099,6, код города 495, Москва, код страны плюс 7, Россия. И также сайт, один из инструментов нашего общения, может быть, finam.fm, там можно тоже задать вопрос, высказать реплику, суждение, высказать, в смысле, напечатать. Она здесь появится на дисплее, мы ее можем прочитать и как-то включить в наш диалог. Ну вот, откуда название? По-моему, понятно. Революция оранжевая, болотная, снежная. Андрей, вот на протяжении прошлого года слово «революция» возникало очень часто. Даже ряд передач был так или иначе посвящен теме революции. Революции арабские происходили, арабская весна. Революции, революционные движения в развитых, как их принято называть, странах в виде движения захвата пространства. Другая феноменология. Короче говоря, вот произошел какой-то сдвиг. Но, что я заметил, общаясь со своими собеседниками, очень по-разному воспринимается это слово «революция». По-разному произносится, по-разному относится. И, пожалуй, узко понимается все-таки слово «революция» у нас в России. Во-первых, как политическая революция. Когда расшиваешь контекст, то как-то вот несколько неожиданно это оказывается, что революция — это не просто вот политический переворот, а какое-то такое глобальное действие. Это как, знаете, в 90-м году был доклад Римскому клубу, назывался «Глобальная революция». Можно массу привести примеров, и не только типа научно-техническая революция, а вообще как вот вся наша жизнь в каком-то смысле, она носит вот этот вот характер переворотов, превращений, трансформации, трансмутации, изменений, резких изменений. Ну вот мы так живем, люди. И второе, что я заметил — кровавость. То есть революция воспринимается в такой очень узкой, не черно-белой, а скорее красно-черной гамме. А ведь вот даже в понятии «цветные революции» был введен в код современной политической лексики, практики, ну, другой революционный формат. Формат революции, который, ну, не совсем прямо или как-то с некоторым отклонением происходит от традиционных формул насилия. То, что называлось гражданское сопротивление, ненасильственное сопротивление, и тем не менее достаточно серьезные последствия. Вот почему мне хотелось бы побеседовать с вами. Ну, вот мне кажется, что вы тот человек, который именно достаточно широко понимаете понятие революции, понятие революции в том числе и как трансформации человеческого сознания, и то, что в 20 веке, во второй, по крайней мере, половине, половины 20 века понятие революции, оно сомкнулось с культурной революцией, с контркультурными движениями. И вот этот вот весь массив, он начал работать как некоторая достаточно серьезная составляющая нашей новой жизни, как просто качество, которое определяет какой-то новый совершенно характер цивилизации. Прошу прощения за такое долгое вступительное слово. Да, но я не политолог, искусствовед, поэтому мне эту тему как-то привычнее обсуждать с позицией актуального искусства и актуальной культуры. Вы правы, действительно, этого понятия русский человек боится, побаивается, потому что слишком негативный след оставили события 1917 года. И, в частности, это связано с тем, что по существу это слово было советской большевистской пропагандой, привязанной исключительно к насильственному политическому перевороту. Но, правда, да, и поэтому историки искусства, искусствоведы в последнее время занимались тем, причем именно русские, а не российские, а не западные, чтобы отмыть русский авангард, архитектуру конструктивизма, супраматизма, Малевича, Татлина от революции. Вот в какой-то момент, а именно в Отепель, в Хрущевскую, оправданием большевистской революции стало то, что ее активно поддержала интеллигенция и особенно именно артистическая интеллигенция, художники. То есть разделение. Да, и легитимация революции большевистской происходила за счет того, что, вот видите, посмотрите, как расцвела культура в послереволюционное время, какие были великие достижения. Вот такой тезис использовала советская пропаганда. Не очень, кстати сказать, удачно, потому что мы до сих пор очень плохо относимся, если взять, например, архитектуру конструктивизма, к этому наследию, к наследию русского авангарда, к наследию революционного искусства. Вот теперь эти вещи разводятся. Говорят, что почему бы, скажем, Мельников, советский архитектор? Ну, не было бы революции, все равно был бы Мельников, великий архитектор, там, Леонидов. Только Леонидову дали бы все построить, а не то, что человек остался вот с одними проектами. Во всяком случае, очевидно, что какая-то часть искусства близка политическому экстремизму, так скажем, политическим движениям, которые направлены на решительную смену строя в стране. Это совершенно, это как бы родственные, похожие вещи, потому что не всегда необходимые изменения и коррекции в сфере культуры, я уж не говорю про сферы политики, происходит вовремя. Как раз мы живем в стране, которая постоянно опаздывает с изменениями. И вот эти догоняния, добегания, они очень часто требуют, быстро ускоренное догоняние ситуации, требуют каких-то революционных вещей. Андрей, но может быть дело не в том, что подобные горизонты связаны с экстремизмом, как политической практикой, а может быть они связаны с тем, что в какой-то момент открываются какие-то альтернативные горизонты. Мне кажется, вы боитесь слова экстремизм, извините меня. Не то, что боюсь, здесь тоже своего рода. Я просто хочу сказать, что не сама технология, а вот то изменение, которое происходит одновременно с этими технологиями. Посмотрите, я приведу пример. Вот, скажем, мы знаем, что в 60-е годы в России тоже возникла эта революционная атмосфера, тоже возникло какое-то видение будущего. Оно было связано с такими вещами, как программа построения коммунизма. Но вы знаете, как суп из топора, то есть это само по себе, а то, что открылось какое-то социальное пространство, фактически ничем не наполненное, как просто как некоторый воздух ворвался в социальную жизнь. Мне кажется, и в 17-м году, и вот этот вот порыв 20-х годов, который был задавлен реальностью 30-х годов, но тем не менее, вот периодически в мире происходит какое-то изменение, связанное с возникновением горизонта, сейчас бы сказали глобального горизонта, которое приносит воздух, приносит жизнь, животворит. Да, оно связано в том числе и с политическими переворотами, с мятежами, с бухтами. Это вы мягко очень говорите, по-моему, потому что воздух, вы знаете, в воздух можно вот там и фортику открыть, проявить помещение. И это как раз то, что делает власть, по крайней мере, та, которая еще не совсем потеряла контакт с реальностью, даже диктаторская власть, вот время от времени. И в России это, кстати сказать, очень распространенный метод, вот спустить пар, знаете, выпустить пар, говорится у нас, вот какие-то такие уступки власти. Кстати, мы сейчас вот именно такие уступки со стороны, например, Медведевских, детские предложения, вот эти вот реформа, политическая реформа, которая не очень вроде даже и движется, но вот просто слова уже как-то... Это, вы знаете, эти действия, они даже, может быть, и продуктивны, но совсем недостаточны. Я считаю, что не надо бояться понятия экстремизма, ничего в этом страшного нет. Выход на границу. Вообще для искусства, для любой культуры, для любого человека вообще характерен экстремизм. Жизнь на краю. Конечно, но потому что рано или поздно мы, во-первых, мы рождаемся на краю, мы... Любовь это... Мы рождаемся со смертным приговором. Пограничное состояние, да, и смерть. Поэтому совершенно очевидно, что в какой-то момент искусство, может быть, чаще, чем другие сферы деятельности, задумывается над тем вообще, о чем, собственно говоря, оно занимается, какие крайние смыслы оно несет в себе. И очень часто так происходило в истории искусства, что художники просто выходили из того ряда истории искусства или из той институции, вот я хочу этот момент сейчас отметить, что контркультура, о которой вы упомянули, экстремистское искусство, начинается тогда, когда художник порывает с институции, выходит из музея и говорит, все, я в музее больше не работаю, не выставляюсь. Я на улице. Мне опосредованные формы общения с реальностью, вот какие-то метафоры, какие-то обобщения, мне они неинтересны. Мне нужен реально живой зритель, сегодняшняя публика и сегодняшние смыслы. И мне надо выставить какие-то более важные вещи, взаимоотношения, чем просто понятие вкуса, тем просто какие-то эстетические категории и так далее. И вот мы наблюдаем в 20 веке волны контркультуры, которые действительно в какой-то момент связаны с Россией, вот в 20-е годы, но особенно они связаны с Западом. И эти волны, они, я бы сказал, они тоже, то есть их основание, это не недовольство тем или иным произведениям искусства или стилем. Это недовольство образом мыслей и поведения человека. Ну смотрите, Андрей, по сути дела вы подтверждаете то, что говорил я. То есть если свести к сухому остатку тезис, он заключался в следующем, что революция это понятие шире, нежели кровавый мятеж. И пример, вот вы назвали Запад. Да, грандиозная социокультурная революция, которая произошла, ну так скажем, с некоторой точечностью, которая всегда бывает условно, в 68-м году. То есть контркультурная революция, охватившая практически весь мир, охватившая и Соединенные Штаты, и Европу, и проникшая в Восточную Европу. Но эта революция была решена вот экстремизмом, в смысле кровавого экстремизма. Да, была Парижская весна. Да, была Пражская весна. Да-да, ну понятно. Но, тем не менее, основа именно в этом революционном сдвиге, а уж в рамках этого сдвига происходит и то, и другое, и третье, в том числе и кровавое изище. Да, так вот, пример хочу вам привести немецкий, потому что понятие революции 68-го года связано тоже с Германией, и, между прочим, не в меньшей степени, даже, может быть, в большей, чем оно связано с Францией, хотя почему-то говорится Париж, 68-й год, да. Вот в Мюнхене в 68-м году в Академии художеств, вернее, до 68-го года, преподают те самые академики, скульпторы, художники, которые, собственно, служили Гитлеру. Создавали вот эти все образы солдата-победителя, там, родина-мать у них тоже был и все прочее. Это гитлеровский такой социалистический, националистический реализм. Они преподавали, потому что, собственно говоря, они сказали, что, извините, но мы же художники, мы вот, ну, работали на ту власть, как работает любое искусство. Ну, потом вот, да, по-человечески мы были против, а профессионально мы исполняли тот долг, который вообще для Академии свойственен, служить государству. Когда в 68-м году их снимают, их снимают не только потому, что они работали на Гитлера и гитлеровскую верхушку и пропаганду, но потому что сама концепция искусства работающего на государство больше не устраивает революционеров 68-го года, вот эту контр-культуру. Она выходит совершенно другими идеями, что не государство они обслуживают, а что они, что, и что это не лицемерная система, где, с одной стороны, власть решает прагматические задачи, а с другой стороны, оно, как ширмами, укрывается красивыми фасадами, зданий, академическими скульптурами, и прикрывает свои прагматические действия подчас чудовищного антигуманного свойства какими-то мифами об исторической необходимости, разрисованными на картинах. То есть происходит не столько политическая революция, сколько революция социальная. Социальная, культурная революция, но в единстве. То есть социальный переворот. Вот сняли этих профессоров, и к власти, собственно, пришли люди, которые... Вот парадоксально, вы сейчас входите, я только что там был, в Академии Ходжа Смюнхена, там нет вообще ничего. Потому что эти люди — это художники, которые проповедуют не академическое искусство, а посредованность, знаете, вот в создании некого образа сложно связанного, соединяющего реальность с историей, с историей искусства и так далее. А люди, которые проповедуют совершенно конкретное, очень прямое, искусство прямого действия. Они теперь больше, став академиками на место вот тех прогнанных, значит, способников фашизма, взяв эту институцию, а также заняв институцию под названием музей и систему галерей, а также Союзу художников и прочее, они теперь уже больше не контркультура. Они теперь уже именно истеблишены культура. Так вот, кто теперь контркультура? А контркультура стали те какие-то отдельные, не покорившиеся сторонники академизма, которые продолжали таки работать в этой системе. Выступать в роли Шерлока Холмса. По этим признакам мы видим, что произошло что-то за рамкой этого объекта, который мы исследовали, а действительно произошло. Произошла та самая социальная революция. И действительно, вот вы сказали по поводу роли Европы, даже больше, чем роль контркультуры в Америке, то есть движение хиппи и так далее. А мне здесь, пожалуй, не столько Мюнхен вспоминается, сколько Амстердам. Амстердам как вообще странный город в истории человечества, особенно в истории современной эпохи человечества, я имею в виду время модернити. Так вот, в Амстердаме-то еще в середине, в начале 60-х годов возникает, скажем, такое явление, которое у нас проявилось, как оранжевая революция. Ведь слово «оранжевая революция», оно настолько имеет различные коннотации. Вот когда исследуешь вопрос, то удивление возникает. Оранжевая альтернатива, оранжевая революция, порождение во многом Амстердама и вот того оранжевого цвета, который характерен для Голландии. Движение в 65-м году, если не ошибаюсь, возникшее Прово и движение Гномов, которое потом проявилось как померанчивая альтернатива в Польше и пришло на Украину, как померанчивая революция. Все-таки культурная революция, социальная революция и политическая революция выступают в некотором очень интересном единстве. Об этом после небольшой паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Да, 65-10-99-6. Гость в студии мой собеседник Андрей Владимирович Ерофеев искусствовед, куратор выставок. Обеседуем мы на тему революции. Вот та самая революция-эволюция, которая происходит сейчас в России, да и вообще во всем мире. Мы поговорили о Менхене, поговорили об Амстердаме. Я бы хотел сейчас, если позвольте, пару слов сказать о нашей ситуации. Вот я почему заговорил о Менхене, потому что мы находимся в ином взаимоотношении между культурными экстремистами большинством общества и институциям, чем то, что наблюдалось в Менхене или в Париже, или в Риме в 68-м году. Дело в том, что в тот момент вот это вот контркультурное искусство, требующее совершенно других взаимоотношений человека с обществом и с миром, а именно честности, прозрачности, инициативности. Это вот так вот. Это вовсе не курение, только там гашиша или марихуаны, или там какая-то свободная любовь. Это прежде всего нравственное отношение к миру, которое было противопоставлено прагматизму и безнравственности реал политик. Так вот, это искусство и эта культура была в меньшинстве подавляющем. И опиралась она на слои молодежи, а вовсе не на все общество. После 68-го года они стали большинством, не сразу, но достаточно быстро. При этом получив институции, которые дали значительную колоссальную базу и поддержку, и финансовую, и организационную, структурную, и так далее. Что мы наблюдаем у нас сейчас? То, что называется со стороны власти, особенно контркультурой, экстремизмом, или какими и прочими вещами в нашей культуре, по существу является проявлениями такого типа мышления и поведения, которые поддерживаются большинством нашего общества, ну, по крайней мере, просвещенного общества. И совсем недавно еще это общество дремало, и выходки нескольких таких вот радикальных личностей, типа вот группа «Война», или группа «Синие носы», и так далее. Несколько, которые делали какие-то формы, выражали некий протест такой против феодального отношения, которое требовала к себе власть, вот такого безоговорочного почитания, которые как бы такие делали черноборческие перформансы, вызывая как бы на диалог представителей власти. Теперь это то, что стало вдруг расхожей вещью. Но и требования, которые за этим стоят, и требования другого отношения к жизни, они тоже разделяются большинством людей. И в этом смысле контркультурой сейчас являются не люди, которые пытаются обновить нашу жизнь, а, на мой взгляд, люди, которые представляют власть в нашей стране. Не политически, а именно с точки зрения именно культурных и социальных ценностей. Это маргиналы. Это люди, которые иноприродные этому обществу. Но при этом эти люди владеют институциями. И в том числе, вот когда, если мы говорим о культуре, то они засели во всех музеях или во большинстве подавляющем. И не хотят оттуда уходить. И их оттуда можно выбивать, вот именно, к сожалению, выковыривать чуть ли не самыми решительными. То есть, то, что я слышу, Андрей, что революция, это на самом деле, она не только в сфере музеев, не только в сфере культуры, она социальная, политическая. Так вот, понимаете, значит, есть два пути здесь. Музей — составная часть всего нашего ландшафта. Да, есть два пути здесь, каким образом действовать. Есть путь захвата этих институций, как поступила в 68-м году вот молодежь, и силового вытеснения власти и бюрократии. Есть путь создания параллельных институций, альтернативных. Это более приемлемый для России путь, как ни странно. Мы вот так вырастили альтернативную культуру, альтернативное искусство в 60-е, 70-е годы, создав просто рядом с официозом, этими псевдо-действующими институциями, в которых никто не ходил, и все понимали, что там нечего делать, создав живые какие-то структуры, из которых вышла сегодняшняя культура. Вот мы имеем такой вот вариант развития пути, выстраивания параллельно, параллельно и политики тоже, параллельно правительство, параллельная система управления экономикой, параллельная система управления и поддержки культуры, финансирования, поддержки. Это возможный путь, он, кстати, отчасти существует в Китае, насколько я понимаю, по крайней мере, в культурной части политики китайской. Там государственные институции чудовищно, так же, как и у нас, может, еще хуже, но зато там вот существует параллельно свой мир. Вместо того, чтобы трансформировать какую-то такую реальность, гораздо эффективней выращивать новую, более конкурентно способную, и это более конкурентно способное, оно просто сделает предыдущую или альтернативную по отношению к ней реальность неактуальной. Вы знаете, мне что вспоминается, Андрей, мне вспоминается советская практика диссидентского движения. Вот я вижу серьезный дефект в этой практике и серьезное различие. Чтобы, вот как бы я попытался показать, в чем я вижу это различие, это движение оппозиционное в Советском Союзе и оппозиционное движение в Польше. В Советском Союзе правозащитная деятельность, соблюдайте свои законы, уродливые законы, перверзивные законы. Стремление как бы сотрудничать в определенном смысле с властью, даже конфликтуя с ней. И польский опыт создания оппозиционного общества, альтернативного общества. Оппозиционного не в том смысле даже, что оно конфликтует, а в том смысле, что оно не взаимодействует, не участвует, а настроит свою собственную реальность. И когда подошло время той самой бархатной революции, выяснилось, что у Польши есть такое общество. Когда подошло то же время в Советском Союзе, выяснилось, что у России такого общества нет. Да, это верно, вы говорите. То есть нам еще предстоит действительно подготовить эту платформу, на которую может опереться человеческая власть. И в этом смысле наше искусство сейчас, сегодняшнее, оно очень как-то обреченно смотрит на перспективы ближайшие. Вы знаете, ведь искусство не есть только искусство-искусство. Потому что искусство — составная часть культуры. Культура — составная часть социальной жизни. Социальная жизнь — это уже чрезвычайно широкое понятие, но оно проникает во все другие ответвления человеческой практики. И что мы получаем? Мы получаем некоторую единую целостность, где происходит единое изменение, но проявляющееся по-разному в различных аспектах. Вот посмотрите, вы говорили про музеи, про ту сложную ситуацию, в которой оказывается музейное искусство, и как оно пытается то ли взломать, то ли выстроить альтернативу. А ведь альтернатива, а параллельно с этим возникает новая феноменология. Я назову две другие. Вот вы называли группы, которые проводят акции «Война», скажем, а вот движение, которое очень похоже, но которое строится все-таки несколько иначе. Монстрации, скажем, движение монстрации. То, что вообще как бы не напрямую связано с музейной деятельностью, с искусством, но которое образует собственное пространство, занимает это пространство, и это пространство связывает культурную сферу с социальной сферой. А поскольку оно еще подвергается определенному опрессивному воздействию со стороны власти, то власть сама вызывает в этом политические интенции определенные. Квази-партии, которые возникали, там, партия Пиво, субтропическая Россия, очень интересный опыт. Я вспоминаю, что одна из таких альтернативных партий, партия, по-моему, поправьте, если я ошибаюсь, роялистов в Эстонии, она даже в итоге получила какие-то места в парламенте. Хотя строилось вот на этом обыгрывании партийной деятельности, выворачивании наизнанку, превращение в карикатуру. И тем не менее, тем самым снимались те налипшие, те прежние мешающие обстоятельства, которые не давали развиться вот этим самым новым конструкциям. ломали прежний стандарт жизни, выстраивали, ну, не стандарт, а выстраивали именно пространство поиска, пространство, где может произрастать навесна, вырастать те же мельниковые, те же леонидовые, которую вы назвали польскую модель, вот это параллельного альтернативного выращивания другого общества, то есть есть, да, эта модель действительно, она сейчас очень похожа на то, что мы переживаем, то есть мы находимся, мы как бы теперь соцстрана такая. Мы находимся вот на этом трерванном этапе между незавершенной бархатной революцией, вот мы вообще живем в польской ситуации 80-х годов. Нет, не только в польской, в чешской, в чешской, венгерской и так далее. Что такое соцстрана? У нас сейчас как бы, как бы слово для нас очень важно, как бы многопартийная система, вспомним польскую ситуацию, ведь там не только порт была, там не было единой направляющей, там, ну, направляющая она была, да, но одновременно существовала демократическая партия, крестьянская партия, то есть была многопартийная система, как бы многопартийная система, абсолютный аналог с тем, что мы имеем сейчас. Помимо многопартийных систем, то есть мы на пороге оказываемся бархатной революцией. Помимо многопартийной, вот этой фиктивной многопартийности, все реальные рычаги управления были у постороннего человека или посторонних наций то есть у ссср так ссср реально руководила всем хотя это было ее представители были там в меньшинстве естественно это были там просто какие-то ставленники я вспоминаю после военный период когда министром обороны польши независимого государства был рокоссовский так вот эта ситуация она может быть и создает вариант такой менее болезненный и бескровный постепенного выращивания параллельного структуры структуры когда это параллельное общество потихоньку и от вытесняет и там-то там как бы отмирающая часть вот как вот отходит это вы знаете она эта модель может быть и хороша за вот каким исключением это как бы две половины общества себя пожирают они направлены друг на друга и они они очень сфокусированы друг на друга и они делают абсолютно инертный и не конкурентоспособность страну и ее представители ее культуру ее науку ее технологии ее экономику соцлагерь ничего не дал для мира он абсолютно пустой понимаете он они там как-то мирно выжили но вот это их достижение в плане вот мирового мировых каких-то критериев и стандартов на ли нулевые это значит что для того чтобы для тех для тех людей политических сил для которых важно стабильность и спокойствие эволюционная логика развития ситуации для которых не важно время можно это тогда они выбирают такой путь но для тех людей для которых важно чтобы они успели реализоваться чтобы они максимально проявились в мире они просто вот в конкретном ситуации воронежа москвы там или новосибирска и стали бы местными локальными героями для таких людей миграция вот я считаю что вот у нас сейчас такая реальная ситуация то есть либо если человек хочет действительно чего-то достичь по крупному по гамбургскому счету он этого сделать россии не может но вы знаете андрей в этом не опять таки напоминает ту ситуацию которая существовала в семидесятые восьмидесятые годы в странах так называемым социалистического лагеря в восточной европе то что да тоже была возможность иммиграции да люди выбирали этот путь о у нас волнение состава пришел илья бодрайцкий с публицист историк активист российского социалистического движения правильно или я я захарактеризовал но все-таки закончу мысль мы говорим о польше от той некоторой арой схожести нынешней ситуации в россии с ситуацией которая существовала в странах социалистического лагеря восьмидесятые годы ну почему потому что имеется ввиду что там существует гражданское общество существует даже какая-то развитие на система своих партий там много партийность определенная возможность ездить за границу эта фикция по отношению к тому что все ручьи управления находятся в руках ссср и его представители и эти люди которые иноприродные стране ее нации и обществу и так далее они решают все за это меньшинство решает все за за целую страну и так было и по это похоже примерно похоже ситуацию мы мы сейчас мы сейчас входим потому что ясно что власть путинская власть опирается на все более и более маргинализированные какие-то элементы слои то есть они пытаются все время выбрать в вот социально этим раскладе всегда какого-то крайнего там какого-то человека который либо болен либо либо стар либо очень млад либо маргинален там потому что он не городжанин а сельский житель ну и тогда и в общем всегда опереться на какого-то другого не того который представляет актуальную россию в мире да а который как бы и представляет ее исключительную как бога ситуацию так вот я хотел я сказал о том что в этом в этом в этой странной конструкции когда у рычаги власти все институции находятся в руках у меньшинства вот причем у такого контр культурного меньшинства который исповедует другие ценности чем исповедует общество то есть контр культура владеет семью рычагами управления то есть второй за рулем машины автобусы это схожесть ситуации а второй это инструменты действия или может быть логика действия во второй половине двадцатого века и в начале века 21 когда прежний формат революции который связан только с политической и даже с партийной деятельностью с понятием вооруженного восстания и так далее меняется на некоторое новую я вот даже затрудняюсь на эти конкретные слова на не который целостность где который включает себя культурный переворот социальный переворот и политический в том числе но политически он как бы является естественным следствием вот как в той же польше было создано альтернативное общество альтернативная культура альтернативное общественное мнение и власти Нет, неправда. Вы не правы. Оно держалось на внешней силе. Власть держалась до тех пор, пока Горбачев... То есть, нет, пока с силой эта добровольная не ушла. Значит, советская система распалась и Польша освободилась. Но от кого же... Как же может Россия освободиться от этой же самой российской силы, которая здесь засела? Понимаете, Россия-то от нее освободиться не может. В этом смысле проще, чем Польша. У нас нет вот этого вот огромного соседа. Но давайте предоставим слово гостю. Да, Илья, пожалуйста. Начало разговора, но тем не менее уже хотел бы вмешаться. Тема революции в 21 веке и специфическая ситуация в России. Белоснежная революция. Да, начать я бы хотел с этой аналогии с такими странами, политическими режимами позднего застоя в Восточной Европе, со странами, которые действительно по каким-то внешним признакам можно сравнить с российской имитационной демократией. Но тем не менее, мне кажется, что все-таки различия, они колоссальны. И прежде всего они, конечно, уходят в характер, природу самого современного российского государства. Современное российское государство, это все-таки, я абсолютно убежден в этом тезисе, это результат приватизации. Результат приватизации экономической и приватизации политической. Потому что, когда говорят о основаниях сегодняшнего российского режима, что он был заложен в этой авторитарной конституции 1993 года, которая предопределила царский статус власти, то несложно заметить, что процесс экономической приватизации, сосредоточения, так сказать, всех богатств страны в руках очень небольшой элиты, и распределение этих богатств, оно, конечно, не имело ничего общего с такой вот идеалистической рыночной иллюзией, как бы, да, где, так сказать, какие-то выделяющиеся своими особыми качествами, свободные субъекты находятся в соревновании, как бы, победители, достойные, да, прошедшие вот эту рыночную селекцию становятся господами. Естественно, ничего похожего здесь не было, да, то есть приватизация, разделение, вот этот передел глобальной политической и экономической власти, он завершился с остановлением вот этого режима, и сегодня несложно заметить, что объединение, да, вот этот вот общегражданский протест, он направлен против государства, которое стало совершенно неразличимым по отношению к вот этой вот узкой элите, преследующей свой собственный интерес, да, поэтому, как мне кажется, вот подобная система, сложившаяся в России, она обладает гораздо, ну, меньшей, как бы, устойчивостью, с другой стороны, большей подвижностью, большим элементом непредсказуемости, чем режимы в Восточной Европе, да, коммунистические накануне своего заката. Широк русский человек. Дмитрий, по-моему, это говорил в «Братьях Каравазово». А, нет, Иван, Иван, Иван. Да, надо сузить. Да. Да. Вот, и, собственно, я просто не очень, так сказать, знаю, что здесь было сказано о революции, но, как мне кажется, вообще прошлый год, 2011, он по-другому, как бы, заново поставил вопрос о революции вообще, да, о революции, которая, как бы, оказалась... Ну, потому что на сайте я вижу вопросы про арабскую верстну идут, хотя мы говорим, вроде бы, о других материях. То есть оказалось, что революция — это феномен значительно более, как бы, свежий, значительно более неведомый, выходящий за пределы абсолютно всех привычных исторических аналогий, через призму которых, как бы, мы привыкли вообще говорить о революции. И, конечно, ситуация в России — это часть, может быть, очень своеобразная, очень специфическая часть некого глобального процесса возвращения массовой политики. Возвращение массовой политики у истоков, которые, собственно, стояли революции нового времени, да, вот революции модернити. Я бы сказал, даже нечто более радикальное, потому что не просто возвращение массовой политики, потому что, по сути дела, не было бы массовой политики, была партийная политика. Партийная политика, которая проводилась лидерами, проводилась своего рода партийными инженерами, номенклатурой. Вот сейчас мы имеем действительно какой-то массовый формат, но не в прежнем понимании масс, а какая-то смесь людей, которые развились в личности, представляют из себя личности, но которые не выясняют свои различия, приводя их к некоторому инварианту, интегралу, а вполне их устраивает то, что они люди, у которых разные точки зрения, но у них их инвариант, если угодно, их нечто общее, их не устраивает что-то по-человечески. Вот это выражение. Рассерженные граждане, рассерженные горожане. Одно из слова, кстати, граждане, горожане. Рассерженные горожане, которые выражают протест против того, что просто-напросто не соответствует времени. То, что ушло в прошлое, ну, должно было бы уйти, но по факту сохраняется. Посмотрите, вот планы завтрашнего действа. В одном мероприятии участвуют три социальные силы. Те самые рассерженные граждане, привычки мы их называем либералами, национальные или патриотические, тут в зависимости от точки зрения. Кто-то называет националистами, кто-то называет патриотами, тем не менее, это другая группа граждан, у которых другая, позволю себе сказать, партийная позиция, хотя это не партийная, там самые разные люди. То же самое относится и к левым силам, где тоже достаточно широкий спектр, но все-таки его можно объединить. И вообще, можно ли было раньше представить, что люди, придерживающиеся стой в разных, я уж не скажу партийных, политических взглядах, соберутся в единую акцию. Тем не менее, мы имеем это по факту. То есть, произошел очень серьезный культурный перелом. Культурный перелом, который выразился в социальном действии и может привести к политическим последствиям. Ну, вообще-то, мне кажется, что это скорее негативный аспект, нежели позитивный. Потому что мы имели то же самое в перестройку, собственно, когда все по-разному настроенные или сориентированные люди, хотя тогда еще не были так прописаны и проявлены эти позиции. В общем-то, все как бы собрались, чтобы скинуть КПСС. А маленькая группа профессиональных революционеров, то бишь профессиональных номенклатурщиков, перехватила возже. Да? Да. Вот поэтому вот это отсутствие этой дифференциации в завтрашнем митинге, может быть, это и позитивно в какой-то момент, как форма давления. То есть, может быть, это шествие и должно быть таким. Андрей, в московском ресторане мы имеем даже более широкий набор блюд и столиков, потому что у нас не один митинг завтра намечается, а как минимум четыре. У нас есть чисто либеральный митинг на проспекте Сахарова, организуемый Боровым и Новодворской. У нас есть контр-митинг на Поклонной горе, антиоранжистский, как он заявлен, и даже есть особый митинг, я забыл, как-то за какие-то чисто умытые выборы, по-моему, как-то какое-то странное, такое немножко название. Организуюсь мы в Жириновском на Пушкинской площади. Ну да, но это, мне кажется, как раз кажется, технология раскола. Вот как раз попытка представить какие-то внутренние конфликты более важными, чем, собственно, оппозицию всего общества и нации, оппозицию к вот этой самой группе людей, апроприировавших государство. По существу вопрос сейчас ставится так, что надо, чтобы этот кооператив «Озеро» исчез, ушел. И потом мы будем разбираться. А вы думаете, политическими средствами это удастся достигнуть? Вот действительно, если смотреть на данную ситуацию с политической, партийной точки зрения, да, разброд, да, раскол. Но если посмотреть совершенно другой точки зрения, вот которую перед этим так мы проиграли, то ведь что происходит? В Москве происходит такой, ну, если угодно, вот на языке искусства я бы сказал хэппининг. То есть когда одновременно происходят самые разные мероприятия, и если посмотреть на эту ситуацию как на целостную ситуацию, то это просто меняется регистр. Регистр прежнего отношения, знаете, такая вот как в антиутопиях. Оппозиция, находящаяся в подполье, власть, которая доминирует и противодействие между ними обычно разрешается каким-то сказочным способом или не разрешается вообще в сновидении, как в кинофильме «Бразилия». А здесь мы имеем реальный социальный процесс. Вы знаете, я, честно сказать, совсем не вижу так облегченную ситуацию, как некий хэппининг, перформанс там или спектакль, вот как вы сейчас это представили. Мне кажется, что вообще ситуация очень опасная. Жизнь вообще опасна? Нет, это обобщение, конечно, хорошее, но вот конкретно сейчас ситуация опасна тем, что вот эти последние, может быть, такие очень активные всплески протестного сознания, причем массового, проявляющегося действительно на всех этажах, и в разных городах, и вообще повсеместно, которые, конечно, пугают людей, власть придержащих, они ведь наказанно не останутся. Если власть реально не смеется, вот хоть, понимаете, они же будут, они будут, их припомнят, понимаете? Их припомнят и институциям, и масс-медиа, и радиостанциям, и телевидению. Андрей, да я больше того скажу, пугает не только последствия со стороны власти, пугает вообще перспективы этого процесса, потому что варианты, которые могут развиваться в России, скажем, в ситуации без власти, они иногда носят не менее, а может быть и более кровавый, пугающий характер. Да, вот я хотел просто сказать, что буквально вот сейчас пришел с оргкомитета, как раз колонна левых сил, которая будет участвовать в завтрашней демонстрации, где мы с Сергеем Удальцовым и другими товарищами обсуждали, как все это будет строиться, что мы будем стоять прямо за колонной нацистов, вот со стороны которых, вероятно, будут, не знаю, что, какие-то акты недружелюбия, в наши адресы, в адрес всех остальных. И мне кажется, что на самом деле, так сказать, вот такого радостного сплочения, как бы единения различных политических сил, его явно не происходит, то есть происходит на самом деле в вторжении в политику огромного количества людей, которые к политике были непричастны. И эти люди, конечно, до поры до времени, они как бы могут, так сказать, ограничивать свой рацион своих требований какими-то абстрактными вещами, типа честных выборов. Но вопрос альтернативы, в том числе социальной, политической альтернативы, он уже встает. Что как бы на место? Будем ли мы менять эту систему радикально, либо мы удовлетворимся какой-то сменой фасада? Например, сменой первого лица, которая, очевидно, вызывает наибольшее раздражение. И вот разные ответы на эти вопросы, они предлагаются сегодня на площадях. То есть происходит, собственно, такая настоящая политическая работа, политическая работа, по которой все там, и левые, и либералы, и крайне правые, на самом деле, очень сильно соскучились, очень сильно отвыкли, и часто даже не вполне себе представляют, что это такое до сих пор. Что такое говорить, как бы, говорить с людьми, которые уже не просто какие-то пассивные избиратели, которые не объект для манипуляции, а наоборот, они выходят на улицы, потому что они устали быть подобным объектом. Именно поэтому они хотят слышать какие-то внятные политические ответы. Поэтому мне кажется, что вот эти моменты таких настоящих, таких органичных политических разногласий, они будут усиливаться. То есть будут усиливаться конфликты. И в этом я не говорю, и как бы не буду повторять вот эти мантры, что это типа нормально для демократического общества. Вот ненормально, это естественно. Вот это естественно, это будет происходить, потому что очень многие вещи, они будут открываться для людей заново. И вот это политическое оживление, оно преподнесет еще огромное количество сюрпризов, когда мы увидим, что те люди, которых мы сегодня, например, считаем оппозиционерами, так сказать, окажутся совсем даже не оппозиционерами. А те люди, которые нам кажутся умеренными или далекими от политического процесса, волна может вынести как раз в самый авангард этого движения. То есть не движение от плохо к хорошо, а скорее смена регистра. Со своим набором новых проблем, новых возможностей и новых сложностей. Да, да. Потому что революция, на самом деле, это всегда политическое чудо, которое состоит из такого бесконечного множества слагаемых, что выделить какое-то одно центральное противоречие, например, народ против антидемократического режима, или там бедное против богатых, или, так сказать, национальное соотношение. Они настолько переплетены, что они всякий раз рождают совершенно неповторимое уникальное сочетание, которое заставляет, так сказать, искать совершенно новые ответы, которые невозможно найти в каких-то аналогиях с прошлым. Ведь действительно, вот это вот векторное построение общества, оно ведь у нас общество чрезвычайно разделено не только по социальному принципу. И вот впервые появляется некоторый шанс на объединение общества. Ну, может быть, не в рамках того, о чем мы, Андрей, с вами говорили, когда говорили о параллельном обществе в Польше, но все-таки что-то из этого ряда, из этого регистра. То есть появление некоторой целостности, и действительно, да, когда две колонны идут вместе, это одновременно конфликт. Но здесь можно по-разному поставить акцент. Они идут вместе. Ну, да, они идут вместе, потому что такова ситуация, да. Они вот самой логикой событий, они вот оказываются на одной площади. Это там неплохо, это нехорошо, но это ситуация, в которой, как бы, если ты не оказываешься вместе, значит, ты оказываешься просто за пределами процесса. И вот эта вот ситуация, когда мы находимся внутри одного процесса и как бы вынуждены как-то выстраивать отношения к друг другу, да, это как бы некая реальность, но это не значит, что мы становимся ближе. Андрей, а не кажется ли вам, что вот те культурные акции, которые происходят, и даже можно выстроить некоторый ряд, где находятся более локальные акции группы «Война», более массовые акции по типу монстрации, «Еще более интересное пространство, связанное с квазипартийной деятельностью, которое предшествовало новому формату отрицания политико-партийного действия, я имею в виду не только субтропическую Россию, а сам подход к тому, знаете, как первый в этом смысле новатор, по-моему, оказался Владимир Вольфович Жириновский с предъявлением партии, которая, конечно, если вот так вот вспомнить, что она, какое название она имеет, либеральная демократическая партия России. Вот в этом перформансе, а это своего рода тоже перформанс, только он как бы использован прагматично, и тем не менее, вот в этом размывании прежнего ряда смыслового, вытаскиванием новых смыслов, в общем, появляется какая-то новая возможность, возможность альтернативной прямому политическому противостоянию. То есть не просто решается судьба России в процессе прямого противостояния оппозиции и власти, а в процессе сотворения российского общества. Ну, вы знаете, мы можем говорить про то, что в 70-е годы, когда формировалось широкое диссидентское движение, оно ведь тоже было не единым. Там были либералы, были демократы, были левые, было левое крыло, и были уже националисты тоже, да. То есть эти конфликты между ними, а также конфликты с представителями власти, они сглаживались, а еще были трения в СССР национальные, этнические, довольно мощные, они были сглажены значительной степенью таким лицедейством и игровым пародийным моментом. То есть как бы вот смех, он смягчает, представьте себе, взаимоотношения конфликтующих сторон, идеологических. Вот сама ситуация какого-то игрового передразнивания, легкого пародирования, подшучивания, которое внесла культуру как раз в соц. арт, в кино, в телевидении, вообще на самых разных этажах культуры, анекдоты, да. Вы знаете, Андрей, время у нас кончается, передача мне напомнили. Ту самую померанчивую альтернативу во Вроцлаве, где самым ярким ее событием была демонстрация гномов. И те протоколы о задержании, которые составлялись, протокол человека, принявшего участие в демонстрации гномов, на сегодняшний день они являются произведениями искусства, которые хранятся во Вроцлавском музее. Я благодарю вас за участие в передаче. Сегодня гостями студии был Андрей Владимирович Ерофеев, искусствовед, куратор выставок, и Илья Будрайцкис, историк, публицист, активист российского социалистического движения. В заключение все-таки цитату. «Когда кончится революция?» спросили однажды у Мирабо. «Когда она обойдет, весь свет», ответил граф. Вел передачу Александра Никлеса. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова